АВАРИЙНЫЕ ДОМА В шаге от смерти жительницу аварийного дома на второй строительной едва не убила током после потопа в квартире. Я за стенку взялась, вот так, и мне стало током бить. Но для комитета ЖКХ это не повод для расселения. Вот ЖКХ этот мужчина сказал мне. Я говорю, мы здесь живем, с 13-го года дом аварийный. И он говорит, так это мало, еще можете жить. Нет ничего более постоянного, чем временное. Барнаульцы десятилетиями ютятся в маневренном фонде, который непригоден для проживания. Тараканы пешком ходят, канализация воняет, воды горячей нет. Этот дом тоже сносить надо. Сыпется, рушится все. Последствия фирменного ремонта жильцы аварийного дома в суде вынуждены доказывать, что ремонт от ЖКХ наносит вред. Посыпалось все, когда при ремонте все. Здесь стена вся полностью сильнее, трещины усилились. Здесь у нас текло, они тут еще дальше падать начали. Эта двухэтажка уже 8 лет, как признана, аварийный. Дом разваливается, коммуникации давно пришли в негодность, а недавно жилой дом превратился в настоящий электрошокер. Но жильцам говорят, что жить здесь можно. Водопадом принято любоваться, но пенсионерке Валентине Михайловне было не до этого. Отнезапно хлынувшей воды пришлось в буквальном смысле спасаться. ЧП произошло в 5 утра. Этажом выше прорвало трубу. Если сверху вода бежала, она била в стенку. И по стенке вода пошла мне вот сюда в дымоход мой, сверху. И вот она по стенке бежала, вот сюда мне вода. Вот в дырку, сюда все лилось. А вы, получается, зацементировали уже? Да мне печку-то топить же надо. Как без нее? Видите, у меня здесь сыро. Через час пришел слесарь, воду не перекрыл. Мол, не нашел ключи от бесхозной квартиры, где случилось ЧП. Ушел во своясь, рассказывает женщина. Пенсионерка осталась наедине с тазиками, бутылками и половой тряпкой. Но это еще полбеды. Мокрые стены превратились в электрошок и чуть не убили женщину. Я за стенку взялась, вот так, и меня стало током бить. Счетчик был включенный, поэтому током била нас всех. Чтобы не сгореть заживо, пенсионерка быстро выбежала на улицу. Соседи нашли ключ от квартиры сверху, сами, по словам Валентины Михайловны, перекрыли воду. Женщина вернулась в квартиру, а там ущерба на десятки тысяч рублей. От пережитого шока у нее до сих пор не может нормализоваться давление. Приехали вот этого жилищная, Вера, целых четыре человека. Здесь было много людей, я говорю, у меня акт составьте. Никто не хочет брать на себя ответственность, акт не составляют. Я давай везде звонить. Вот в райсполком, мы везде, с Игорем, он мне подсказывал, я звонила. Никто не хочет отвечать за это. Вот ЖКХ этот мужчина сказал мне. Я говорю, мы здесь живем, с 13-го года дом уже аварийный. Он говорит, так это мало, еще можете жить. Вот видите, все, побои все отходят, все сырые, все, сдулося все. О доме, в котором проживает женщина, мы уже неоднократно рассказывали. Двухэтажку признали аварийной 8 лет назад. В 2019 году дом должны были снести, жильцов расселить. Но у вас и ныне там. Ветхий разваливающийся дом при износе в 70% до сих пор стоит на месте. Рискуя в любой момент сложиться в карточный домик и похоронить под завалами сразу несколько семей. Администрация, в свою очередь, не спешит давать людям нормальное, безопасное жилье. Позиция администрации ЖКХ, что мы вам предлагаем анервный фонд в такой, знаете, форме, что вы сопротивляетесь, собираетесь и езжайте. Но это наше право ехать туда, не ехать. Я объяснила свою позицию, потому что не едем, когда мы съездили, смотрели дома. Они в таком же состоянии, как эти. После потопа Валентине Артюховой предложили жилье в маневренном фонде и даже сказали адрес силикатная 9А. Вот тот самый дом выглядит, как после бомбежки. И такое ощущение, что его вот-вот поглотит черная дыра. Я не могу сказать, что этот дом в хорошем состоянии. Вот мы видим, снизу у нас кирпич разрушается. Да, цоколь. Туда добавлялся кирпич, то есть явно подкладывался. Ниже под окном вообще высыпалась кирпичная кладка, очень значительная. Это говорит о том, что стена в этом месте может обрушиться. Дальше, пожалуйста, вон оно. Видно, опять высыпается кирпич. То есть неизвестно когда, но может также произойти разрушение. И чем лучше этот дом других домов? Тем, что пока он не развалился, мы никогда не можем на 100% сказать, упадет он сегодня или развалится кирпичная кладка завтра. В доме на силикатной 9А уже не первый год царит разруха. Все сыпется, по стенам пошли трещины, пол проваливается. В альтернативном жилье ютятся десятки человек. Расскажите, вот вас переселили из какого дома? С двухэтажки, с профинтерной 51. Один дали маме 16 квадратных метров. Инвалиду, пенсионерке дали такое условие, где жить невыносимо. Можете описать эти условия? Тараканы пешком ходят, канализация воняет, воды горячей нет. Этот дом тоже сносить надо. Сыпется, рушится все. Надо бы, но не сносит, а даже пытаются периодически подселять сюда людей, рассказывают жильцы. Возможно, намерены превратить и эту запущенную комнату в жилое помещение. И отдать во временное пользование нуждающимся людям. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Жильцы этого дома знают об этом не понаслышке. Я здесь уже живу в 38-й квартире. Я как погорелец. У меня уже дети выросли. Живу уже 25 лет. Во временном? Во временном, да. И ничего больше здесь, ни прописки, ничего не делают. Ни прописки. То есть я как бомж. А вы обещали нормальное благословение? Вообще ничего. Я вот на очереди стою, на общей, как мать-одиночка стою. И все. А комитет РКХ что говорит? Комитет РКХ? Вставайте на учет. На очереди ждите квартиры. А никому ничего не положено. Да. Если есть задолженность. Что-то вот такая многодетная мать с тремя детьми. Одна с тремя детьми. Мне вообще ничего не положено. Мало того, что в доме разруха, так еще и клопы и тараканы. Люди травят их за свой счет и ищут еще средства, чтобы хоть как-то подлатать квартиру. Вещи некуда ложить, мебель некуда ставить, ничего некуда ставить. Это дали жилье. Дверь за свой счет мы ставили, потому что железная дверь без ключей, без всего была. Я месяц жила с детьми открытых. Мне поставили дверь. Бесплатно? Почему? За свой счет мы ставили дверь 15 тысяч. А у вас есть такие деньги? У меня нет таких денег. Мне брат. Брат брал кредит и ставил мне дверь. Мы неоднократно обращались в городской комитет ЖКХ. Нам отвечали, пыль жильцы аварийного дома пишут заявление на предоставление жилья в маневренном фонде. Но ведь обе стороны понимают, что это не вариант. Губная помада украшает девушку, но никак не аварийный дом. Этому дому губы попытались накрасить. Сменили фасад, укрепили крышу, но дом как был развалюхой, так и остался. Жильцы ждут расселения. Комитет ЖКХ вновь тянется к помаде и выясняет отношения в суде. Здесь у нас вообще трещины все посыпалось, когда при ремонте все. Здесь стена вся полностью сильнее, трещины усилились. Здесь у нас текло, они тут еще дальше падать начали. Ремонт от ЖКХ уже полгода. А трещины в квартирах на 1-й западной 47А только разрастаются, показывают возмущенные жители. Вот эта стена осела и здесь вот все начало сыпаться. Все, с дранки начало сыпаться, кирпичная стена начала маленько выпирать оттуда, изгибаться. Все вверху трещины еще сильнее усилились. В прошлом году дом признали аварийным, но в программу по переселению жильцы не попали. Чиновники стали дом ремонтировать, но сделали только хуже, рассказывают люди. Была большая дыра, мы ее заделали, чтобы можно было спать. У нас все постоянно при ремонте вообще все сыпалось, шлак-облок весь сыпался. Ребенок как раз на дистанционке здесь учится и все прям на ноутбук сыпалось. Я стояла вот здесь, разогревая ребенку обед. Ну, вернее, завтрак. И когда это все рухнуло, я просто вот тут упала. Я приземлилась на попу. Ремонт ухудшил состояние дома и едва не привел к трагедии. После такого ЧП жители перестали пускать рабочих, занимающихся псевдоремонтом рассыпающегося дома. Позже экспертиза показала, что проводить работы в аварийном доме, да еще и в присутствии людей, действительно было небезопасно. Перед стартом работ жильцов нужно было расселить, поясняют общественники. Некоторые технологии проведения работ нарушалось. То, что предлагал комитет ЖКХ, то есть ломать перекрытие практически в присутствии жильцов, либо им самим решать вопрос о переселении, потому что им не предлагалось ни конкретные жилые помещения, в которых они будут проживать. Маневренный фонд ничего не предлагалось? Нет. Они говорили, вы можете искать, там что-то подбирать, то есть сами ищите, но конкретно ничего не предлагалось. Ну и тем более мы знаем о состоянии маневренного фонда, поэтому люди не согласились. Какие-то другие условия, то есть озаботиться переселением, комитет ЖКХ не посчитал нужным. Предлагало сообщение некоторым людям, сказали, поживите у родственников. Комитет ЖКХ подал на жильцов в суд, чтобы те все-таки в квартиры пустили. Октябрьский удовлетворил требования комитета, но апелляционный суд встал на сторону людей, проживающих в двух квартирах. Еще две ждут решения суда, но общественники уверены, что Краевой суд встанет на сторону всех жильцов. Пока судебные разбирательства продолжаются, люди ждут нормального жилья и каждый день рискуют жизнью. Жить можно. Ну, у кого-то можно, у кого-то на голову падает. И вот то, что у кого пока еще можно жить, это тоже вопрос времени. Мы же все в одном доме живем. Второй этаж начнет рушиться, нам тоже не поздоровится. Ходим и ждем, с какого угла нас может упасть, с какого, где завалится что-то. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами был Коммунальный патруль. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok